Привет! А вы знаете, в чем ключевое отличие мини-приложений ВКонтакте от любых других веб-приложений и о чем точно не стоит забывать? Конечно, главное здесь – это то, что мини-апы размещены внутри социальной сети, в которой главным ядром и движущей силой являются люди. Пользователи каждый день общаются между собой, обмениваются впечатлениями, сообщениями и ссылками. И, пожалуй, первое, что вы можете реализовать в своем сервисе, что поможет ему в будущем органически набирать аудиторию – это реализовать механики социального взаимодействия. Социальные механики – это определенные действия пользователя внутри вашего приложения, которое помогает ему взаимодействовать с другими пользователями социальной сети. Включать такие механики в ваше мини-приложение или нет – решать вам. И даже если вы примите решение от них отказаться, со стороны платформы функционал или возможности вашего сервиса не будут как-то ограничены. Но мы настоятельно рекомендуем их максимально использовать, так как они помогают в развитии ваших мини-приложений, включая наполнение его контентом от пользователей и органический рост аудитории. Ключевые способы привлечения пользователей основаны на использовании библиотек и аппе ВКонтакте, а также социального графа. Первое – это шаринки размещения записи на стене. Пользователи действительно охотно рассказывают о своих победах и достижениях, интересных фактах, удачно подобранных билетах на самолет или о совершенной покупке. Размещение записи на стене – один из самых мощных инструментов по привлечению новой аудитории. Не менее популярный механизм для взаимодействия между людьми внутри социальной сети – это размещение историй. Главная задача разработчика – это не обойти стороной этот механизм и следить за тем, чтобы истории были максимально разнообразны, и в ленте пользователя не создавался однообразный поток сообщений и изображений. Механика QR-кодов максимально тесно связывает онлайн и офлайн-сервисы. На нашей платформе разработчики могут с легкостью генерировать коды для мини-приложений или даже отдельных его экранов. QR-коды стимулируют пользователей узнавать больше о каком-то объекте, товаре или принять участие в акции. Такая механика отлично подходит как для продвижения товаров и услуг, так и для событийных сервисов, туризма и образования. Уведомления о событиях сервиса или каунтера. Подобная механика не является полноценным инструментом распространения, но может реально поддержать лояльность пользователей и напомнить о сервисе, тем самым повышая показатель возвращаемости аудитории. Ну а если у вас реализованы механики, о которых я говорила ранее, то сильно возрастает вероятность того, что пользователь порекомендует этот сервис своим друзьям. Это лишь часть социальных механик, которые вы можете использовать в вашем сервисе. Также с этой целью вы можете включить ваш мини-ап рейтинги среди пользователей мини-апа или любые другие механики, которые будут вдохновлять делиться контентом и привлекать все новых пользователей в ваш сервис. Включайте воображение и помните, что суперсила VK MiniApps — это взаимодействие миллионов пользователей.